В этом видео я расскажу и покажу вам детально, как выполнить эскиз в натуральный размер холста и перенести рисунок на поверхность холста. Вот это моя акварель, оригинальный рисунок музыка джаз, который мы с вами будем переносить на холст. Не имея творческих навыков, можно использовать рисунок-эскиз или использовать проверенный метод своего глазомера. Вы можете сделать стоп-кадр рисунка и скриншотом снять с поверхности экрана компьютера этот рисунок, ну то есть сфотографировать свой экран. Затем распечатать рисунок на принтере. Принтер распечатает формат А4. Нам нужно выполнить рисунок-эскиз большого формата в необходимую величину по размеру холста 40 на 50. Переносить рисунок на холст мы будем по квадратам. Для этого надо расчертить рисунок-принт на квадраты. На такие же квадраты надо расчертить большой эскиз и перенести рисунок по квадратам. Каждый квадрат на свое место. Надо соблюдать очередность и пропорции. В результате у нас получится готовый рисунок размера холста, который мы потом переносим на холст. Сейчас я вам покажу, как это детально сделать. Нам понадобится рисунок, распечатанный на принтере формата А4. Мы будем его переносить. Делать эскиз размера холста 50 на 40. Для эскиза обыкновенные листы принтерской бумаги. Четыре штуки. Мы будем их между собой склеивать скотчем. Калька. Переводить рисунок на холст. Линейка. Расчерчивать рисунок и проверять направление линий. Карандаш. Ручка. Ножницы. Прищепки. Мы будем прицеплять рисунок к холсту. Первым делом нам надо из наших листов скотчем склеить лист размером с наш холст 50 на 60. Берем листы. Делаем их внахлёст. По полсантиметра больше не надо. Склеиваем между собой скотчем. Видите, у нас лишний лист? Сейчас проверяем его размер нашего холста. Размер того, что мы вылепили на наш холст. Так, прикладываем. Вот. Так, здесь у нас всё легло. С этой стороны сантиметра лишний. Значит, мы это дело загибаем. Вот, теперь всё хорошо. Берём ножницы, отрезаем лишние. Наш лист, смотрите, хорошо. Лёг на холст. Теперь мы вот этот рисунок будем делать размером с наш холст. Первое, что мы делаем, нам нужно разбить рисунок на квадраты. На одинаковые квадраты. Тут и тут. Для удобства я вам предлагаю следующий вариант. Рисунок складываете пополам. Ещё раз пополам. Два. Три. Четыре. На четыре. В четыре раза, да, складываете рисунок. То же самое вы проделываете с нашей бумагой. Размер холста. Складываете. Раз. Два. Три. Четыре. Вот мы имеем два квадратика, распечатанного на принтере. Квадратик. Вот он у меня в левой руке. И вот наш оригинальный эскиз будущей картины. Для чего я это сделала? Когда вы это всё дело развернёте, вы увидите вот те же самые квадратики, да? И тут. Видите? Те же самые квадратики. Вам остаётся взять линейку и просто эти квадратики выделить для удобства переноса рисунки на них потом. И всё. Потом будем переносить эскиз. Видите? У нас квадратики расчерчены. Теперь мы аккуратно начинаем переносить каждый квадратик с листа А4 на таком же самом месте квадратик на нашем большом формате 50 на 60 сантиметров. Для начала я вам рекомендую выделить центровые, так сказать, точечные места, чтобы вам легче было работать с рисунком. линия капли пересекает нашу прямую. В этом месте, в этом месте центровые. Видите? Точки пересечения с нашей сеткой. я сейчас отмечаю. Потом эти точки я отмечу на нашем листе и буду просто эти линии между собой соединять. я буду отталкиваться от этих точек пересечения, чтобы не сбить пропорции рисунка. Теперь то же самое я переношу эти точки сюда, на сетку эскиза. теперь я эти точки между собой соединяю плавными линиями, так как они есть у нас на эскизе из принтера. Видите? Сначала я беру карандаш, а уже потом, если есть желание, можно темным маркером выделить линии, если так вам будет удобнее перерисовывать. Я вам рекомендую начинать с какого-то одного места и идти по рисунку, чтобы не запутаться. Я начинаю с волны, потом смычок, гриф, и отсюда дальше буду плясать. Хорошо. 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 вот я рисую смычок старайтесь выдерживать направление смычка вот и наш видите одинаковые легли то же самое гриф чтобы лег тоже у нас одинаково так здесь видите у нас на смычке лежит палец начинается от полоски и идет под нашу выбранную точку то есть значит вот отсюда вот полоска наша значит отсюда у нас пошел палец вот у нас четыре пальцы пять линий раскрывается веером значит вот так они у нас пойдут вот так вот так 34 видите они у нас немножко тут вот закруглены вот в этом месте же сгибаются правильно он держит смычок это наши костяшки рука рука вот она у нас уходит сюда вот так вниз и заодно сразу вот нога колено кто хочет может еще башмак перерисовать с каблуком раньше такие модно были манжета вот от этой точки у нас видите сюда уходит манжета пальцы у нас лежат на грифе вот так вот значит они у нас будут вот так и продолжайте таким же образом дальше делать рисунок ну вот наш рисунок готов я уже его выделила маркером чтобы вам удобнее было видеть на видео и сейчас мы будем переносить этот рисунок на холст да вот пропорции принтер и вот натуральный размер холста буду использовать холст который уже у меня в этом проекте чтобы не начинать новый естественно у вас будет лежать новый холст берем кальку и красящей стороной выкладываем на холст затем берем наш рисунок и выкладываем его поверх кальки калька двигается когда вы будете ручкой начинать переводить рисунок у вас практически стопроцентно есть шанс того что рисунок сдвинется даже если на 23 миллиметра у вас пойдет уже искажение поэтому я рекомендую использовать художественные прищепки в качестве альтернативы можно использовать прищепки для белья вот я беру прищепки и закрепляю наш рисунок по всем четырем углам картины предварительно я разглаживаю конечно лист чтобы все это дело у меня легло ровно все готово для того чтобы начать копирование теперь начинаем картину переводить на холст я беру ручку я использую ручку которую уже не пишет чернила кончились но у нее есть вот стержень с которым я буду приводить я рекомендую начинать с какого-то одного угла чтобы не запутаться частями переводить какие-то детали можно отретушировать если вы считаете что где-то что-то нарушено поскольку это все-таки ваша работа авторская поэтому вы вправе все это дело менять ну и вот таким образом переводим всю картину на холст после того как мы это сделали мы снимаем прищепки снимаем рисунок убираем кальку вот если даже на моем если приглядеться видите вот видно карандаш ну собственно все в следующем видео я вам расскажу как мы начнем подготавливать материалы для нашей лепки до следующего занятия пока-пока а 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 Продолжение следует...